Зульфат Талипова спешит на помощь. Социальный работник Центра реабилитации и адаптации инвалидов Алмалинского района ухаживает за детками с ограниченными возможностями. Домой к своим подопечным женщина приходит два раза в неделю. За пару часов своей работы педагог с высшим образованием и обед приготовит и покормит ребёнка, займётся уроками, сделает массаж и даже погуляет в парке. За свою ответственность и кучу обязанностей Зульфат получает 30 тысяч деньги в месяц. На эти деньги она кормит свою семью, одевает и обувает троих детей. Например, родители, и так у них дети больные, они злые бывают, ругаются. Например, что-то скажут, не застающие какие-то документы, мы у них лишний раз будем тыгнуть, они злится. А мы всегда улыбаемся, говорим спасибо, здравствуйте, до свидания, будьте добры. Работа очень тяжёлая. Кто работает в этой сфере, они понимают. Ну, у нас зарплата, правда, маленькая. Мы надеемся в будущем, чтобы нам добавили наши услуги, оценили. Как признаются сами сотрудники из городского управления соцзанятости, работников данной сферы у нас в стране не очень-то и ценят. Сильная физическая и эмоциональная нагрузка, низкая зарплата отпугивают молодых специалистов. К примеру, на Западе специально социального работника входит в десятку самых престижных профессий. Это разносторонний человек, который в состоянии оказать психологическую, моральную, медицинскую и другие виды помощи. За ним крепится определённая семья, в которой социальный работник контролирует всё. От настроения каждого из членов семьи до обеспечения необходимым отдыхом в санатории. За час труда такой специалист в среднем получает 100 долларов США. К сожалению, у нас система услуг социального работника, он ещё до такой степени не усовершенствована. У нас пока на сегодняшний день только имеется два вида социальных работников, про которых я уже рассказала. Это по уходу только за престарелых инвалидами. В Центре реабилитации и адаптации инвалидов Алмалинского района оказывается два вида услуг. Это уход на дому и полустационар. Здесь в течение четырёх часов помимо социальных работников с детьми и взрослыми занимаются профессиональные психологи, врачи и педагоги. С этого года чиновники решили, что обе услуги одновременно один человек получать не имеет права. Ему положена либо терапия, либо уход соцработника на дому. Новое постановление вызвало ряд возмущений у специалистов. Они обратились в парламент, где их обещали поддержать. Однако до сих пор никаких изменений законодательства внесено не было. По стационаре эти услуги оказываются в гораздо большем объёме. Это оказывается специалистами, педагогами, врачами. А социальный работник – это оказывает того уровня, каким он владеет. По сведениям Государственного центра по выплате пенсии, на сегодняшний день в Алматы насчитывается более 35 тысяч инвалидов. Для них функционируют два медико-социальных учреждения и столько же реабилитационных центров. Здесь 600 работников социальной службы ежедневно ухаживают за престарелыми и детьми с ограниченными возможностями. Телеканал Алматы.